gridbox обновился и разработчики сделали практически невозможное раньше когда мы сами довольствовались только технологии drop and drop свободное перемещение объектов по холсту сайта это кнопки любые элементы плагины в рамках 12 колончатой верстки и для нас тогда казалось что это просто потолок но на самом деле поняв принцип работы с конструктором страниц gridbox мы понимали что все же чувствуется ограничение но теперь в новой версии появилась новые возможности абсолютного позиционирования плагинов gridbox любой плагин будь то кнопка картинка какой-то элемент вы можете свободно перемещать по холсту и самое главное все будет мобильно адаптивно все будет красиво смотреться на любых устройствах также любой элемент можно зафиксировать новые возможности положения z-индекса и новые возможности более расширенные скажем так возможности скрытие элементов на разных девайсах будь то телефон в ландшафтном портретном развороте также планшет ноутбук и так далее меня зовут фёдор васильев и подробности в этом видео итак давайте посмотрим на мой демо сайт gridbox и обновил на момент записи этого видео последняя версия 2.12.5 у меня есть демо шаблон демо сайт вот я его открыл в режиме редактирования но это шаблон самих разработчиков gridbox и давайте на примере этого шаблона посмотрим на обновление обновление крутые и обновление требует так сказать привыкание или так сказать надо нужно набить руку во первых когда вы обновились я рекомендую почистить кэш админской части и почистить кэш самого браузера но у меня специальное приложение для опера вы можете воспользоваться просто настройками вашего браузера обязательно почистить кэш и давайте посмотрим на примере уже готового шаблона то есть вот у меня есть плагины кнопки плагины текста раньше мы были счастливы тому что мы drop and drop имеем функцию до свободного перемещения по холсту но когда мы создавали сайт мы потом понимали что все равно это сильное ограничение теперь ограничение практически сняты я даже думаю что теперь можно верстать на gridbox сайты с макета которые например нарисован в фотошопе техническое задание так как уже есть свободное позиционирование элементов по холсту и давайте посмотрим особенности вот у меня есть например текст это плагин вот я захожу в режиме редактирования новой опции находится макет вот они еще не переведены на русский язык позиционирование изначально нас по умолчанию то есть пока у нас по умолчанию мы также можем двигать текст как и раньше двигали но мы двигаем этот текст в рамках строго в рамках секции в рамках 12 колончатой верстки самого gridbox но теперь если я зайду макет выберу есть два варианта абсолютно и фиксированный то есть абсолютный мы перемещаем текст просто двигаем мышкой по нашему шаблону по нашему холсту там где нужно на моем разместить без лишних хлопот отступы сами прописываются мы просто двигаем мышкой этот элемент фиксированы тоже двигаем мышкой этот элемент в данном случае текст но еще он будет всегда зафиксированным сайт будет прокручиваться вниз он будет в той позиции где вы оставить этот текст и давайте по порядку если мы выберем абсолютный во-первых текст у меня улетает в левый верхний угол дальше двигать текст мы можем вот этими ползунками но эта ширина дальше z-индекс положение сейчас мы с вами позже рассмотрим и вот ползунки движение элемента получается по горизонтали и по вертикали но смотрите какая ситуация закрываю окно если я потяну за шестеренку и отпущу мышь в скорее всего вы столкнетесь с тем же самым вот смотрите я хочу например текст разместить вот здесь или здесь отпускаем мышь он у меня сам отпрыгивает сюда возможно это какие-то недоработки возможно пока это сырой возможно эта опция еще сырая или возможная проблема с моим браузером я в других браузерах не пробовал но смотрите как только вы элемента поменяли его вообще принципе принцип расположения вы нажимаете здесь сохранить учитывая что кэш вы почистили и обновить страницу режима редактирования сразу видите текст весь у меня где оказался получается если я сейчас его подвигу мышкой и мышь отпущу все и чуть позже если вы начнете другие элементы двигать вы опять можете стал ким столкнуться опять сохраняемся обновляемся я думаю что это небольшая недоработка которая будет решена или возможно вас такого и не будет как у меня проблемы так вот возвращаемся к новым функциям grid box получается смотрите я его располагаю текст прокручиваю сайт пока это все прокручивается и также вы обратили внимание как раз вот не работал вот это у меня сейчас это работает как раз это тоже связано было с этим вот вы видите я двигаю то есть не мышкой а можно еще видеть цифрах положение текста по горизонтали и по вертикали также можно оцентровывать ниже такие иконки видите слева по центру то есть просто нажимаю и текст строго будет занимать центр например или этот центр центр относительно x и y позиции или это нижняя позиция или это вот верхняя позиция то есть вот так еще можно двигать и самое интересное самое будет болезненный вопрос что с мобильностью с такими элементами да ну насколько я это увидел все хорошо вот если этот элемент мы позиционируем свободно на компьютерной версии то переходя на ноутбук я его могу двигать пускают он будет вот вот здесь например и причем на компьютерной версии он останется там же на более маленьком экране ноутбуке он будет здесь на планшете в ландшафтном развороте я хочу чтобы текст был вот здесь и так далее вот я его двигаю двигаю и самый маленький экран например здесь вот может быть такое я двигаю и меня не центруется на этом экране я захожу макет выбираю центр и тогда оцентруется если не оцентруется вот этим ползунком можете оцентровать и получается видите он тут по центру а тут так и остается с краю это говорит о том что инструмент уже на этом этапе рабочий именно татяновые опции и уже можно адаптивный мобильный дизайн настраивать даже со свободным позиционированием и это конечно здорово следующая опция это конечно же практически то же самое давайте попробуем с другим элементом вот кнопка то есть с каждым плагином у вас есть такая возможность позиционировать к сожалению я не увидел такой возможности например в строках вот если строку мы посмотрим я вижу что здесь они не сделали только пока что я вижу это на плагинах возможно там какие-то были трудности может быть не было это в задумке так вот кнопка это плагин давайте его сделать фиксированный то есть видим что вот она кнопка она зафиксировалась я ее просто хочу чтобы она была вот здесь краю и любой элемент вы видите при прокрутке он будет там где я укажу то же самое она настраивается также падая любые мобильные вот эти вот макеты давайте кнопки я вернул на место пускай это будет по умолчанию то есть вы всегда сможете вернуться на место если передумали по умолчанию вот теперь это уже будет строго в этой колонке находиться данный текст теперь новшество касаемо скрытие элементов на разных устройствах это стало еще более круто выглядеть например в плагин текста зайдем если я хочу плагин текста скрыть на каких-то устройствах скажем раньше это было скрыть можно было только на компьютере на планшете и на мобильном устройстве теперь можно это скрывать в разных разворотах телефона то есть получается это стало еще более гибко и даже можно скрывать на планшете ноутбуке то есть получается вот просто выбирают иконку и можно сразу проверить перехожу на ноутбук видите текст скрывается все например текст на ноутбукной версии сайта я не хочу отображать и практически любой элемент любой плагин вы можете так скрыть давайте посмотрим саму строку да здесь тоже есть вот она то есть вы должны понимать что было всего три возможности скрытия а теперь смотрите под каждый разворот устройства можно скрыть любой элемент если это требуется то есть это очень важно это очень круто теперь давайте посмотрим про элемент z-индекс как он работает вот на примере картинки и заголовка сначала я картинку переведу в абсолютное позиционирование вот видите я чуть ниже спустился опять у меня этот дергание я просто сохранюсь и обновлюсь все и теперь вы видите спокойно картинка двигается перехожу в заголовок здесь я тоже выбираю абсолютное позиционирование и вот например вот такой момент смотрите текст идет на картинке поверх например картинку захожу в настройки я делаю z-индекс 2 у текста надо убедиться чтобы был z-индекс 1 вот видите получается картинка перекрывает текст это тоже новое новшество поэтому я вам это сейчас и показываю также редактировать например текст вернем чтобы он был все-таки поверх вот он поверх картинки информация для тех кто хочет освоить конструктор страниц gridbox на высшем уровне узнать все детали и тонкости для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс здесь сейчас увидите информацию лендинг печь на лету 20 а также и другие продукты полезные от компании был бы например это конструктор форм для построения лид формы для сбора заявок тоже очень важная тема технологии drop and drop все очень быстро красиво можно очень сложные формы настроить калькулятор услуг и так далее для этого я подготовил вот здесь вот информация курс по формам и конечно же я хочу чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб инструментов я предлагаю уникальный бессрочный промо-код с 50 процентной скидкой на приобретение всех продуктов от компании был бы